добрый день дорогие друзья сегодня я вам предлагаю связать вот такой красивый ажурный узорчик вяжется он достаточно просто рапорт составляет 8 петель и 16 рядов я набрала 18 петель соответственно это 2 рапорта как вы видите и плюс 2 кромочные петли ну и давайте будем учиться вязать первый ряд первую петлю мы снимаем кромочную далее вяжем одну лицевую внимание я вяжу бабушкиными петлями поскольку по исследовав по анализировав немножко вязальщиц всех я поняла что больше больше количество вязальщиц вяжет все-таки бабушкиными петлями если вы вяжете классическими очень хотите чтобы я показала вам этот узор на классических петлях попросите меня в комментариях я покажу если будет такая необходимость вот лицевая далее делаем накид далее вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево далее вяжем 3 лицевые 2 вместе лицевой с наклоном вправо как я вижу я беру петельки разворачиваю их стеночками видите чтобы они стали начали смотреть в правую сторону ввожу спицу правую слева направо вот так то есть сначала во вторую потом в первую петлю вот и просто провязываю лицевой вот так 2 вместе лицевой с наклоном вправо далее накид лицевая далее накиды на этом раппорт закончился и начинаем новый раппорт лицевая накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 3 лицевые разворачиваем следующие две петли стеночками для того чтобы вязать их 2 вместе лицевой с наклоном вправо провязали накид и кромочная как видите в схеме приведены только нечетные ряды соответственно четные ряды мы будем вязать по рисунку то есть так как они выглядят на изнаночной стороне на изнаночной стороне как мы видим у нас все петли изнаночными соответственно придумывать нечего между кромочными мы просто вяжем изнаночными то есть петельку кромочную я первую снимаю и далее вяжу изнаночные петли до конца ряда 1 изнаночные ряды я провяжу с вами остальные я просто буду выключать камеру чтобы не слишком длинным получилось видео итак первые два ряда мы связали теперь вяжем третий ряд кромочную снимаем вяжем 2 лицевые накид 2 вместе лицевой с наклоном влево лицевую 2 вместе лицевой с наклоном вправо для этого опять же стеночками разворачиваем две петли накид лицевая раппорт закончился начинаем следующий 2 лицевые накид 2 вместе лицевой с наклоном влево лицевую следующие две петельки разворачиваем стеночками для того чтобы привязать их 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид лицевая кромочная и следующий изнаночный ряд четвертый мы провязываем изнаночными петлями вяжем пятый ряд кромочную снимаем лицевая накид 2 вместе лицевой с наклоном влево накид 3 вместе лицевой с наклоном влево то есть мы спицу вводим в 3 петли вот так вот за задние стеночки и просто вытягиваем петельку вот и все накид следующие 2 петельки мы разворачиваем стеночками для того чтобы провязать 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид лицевая накид 2 вместе лицевой с наклоном влево накид 3 вместе лицевой с наклоном влево еще раз показываю как накид следующие 2 разворачиваем стеночками для того что провязать 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид и кромочная следующий шестой ряд мы провязываем изнаночными и так вяжем седьмой ряд кромочную снимаем 2 лицевые накид 2 вместе лицевой с наклоном влево лицевая следующие 2 петли разворачиваем стеночками для того чтобы провязать 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид лицевая рапорт закончился 2 лицевые накид 2 вместе лицевой с наклоном влево лицевая 2 вместе лицевой с наклоном вправо то есть петельки стеночками разворачиваем накид лицевая кромочная следующий восьмой ряд мы провязываем изнаночными петлями девятый ряд кромочную снимаем 3 лицевые накид 3 вместе лицевой с наклоном влево накид 2 лицевые рапорт закончился 3 лицевые накид 3 вместе лицевой с наклоном влево накид 2 лицевые и кромочная десятый ряд мы вяжем изнаночными петлями 11 13 и 15 ряды вяжутся одинаково совершенно так вяжем 11 ряд лицевая разворачиваем стеночками две петельки поскольку надо связать 2 вместе лицевой с наклоном вправо лицевая накид лицевая накид лицевая 2 вместе лицевой с наклоном влево лицевая 2 вместе лицевой с наклоном вправо опять же стеночками разворачиваем петельки лицевая накид лицевая накид лицевая 2 вместе лицевой с наклоном влево и кромочная следующий ряд мы вяжем опять же изнаночными 13 ряд вяжем также как 11 лицевая разворачиваем петельки стеночками для того чтобы провязать 2 вместе лицевой с наклоном вправо лицевая накид лицевая накид лицевая 2 вместе лицевой с наклоном влево лицевая разворачиваем стеночками чтобы связать 2 вместе лицевой с наклоном вправо лицевая накид лицевая накид лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном влево изнаночная кромочная разворачиваем и опять же следующий изнаночный ряд мы даже вяжем предпоследний 15 ряд точно так же как 11 13 то есть мы вяжем кромочную снимаем лицевая 2 вместе лицевой с наклоном вправо опять же стеночками видите развернула петельки лицевая накид лицевая накид лицевая и вместе лицевой с наклоном влево раппорт закончился опять лицевая 2 вместе лицевой с наклоном вправо стеночками развернула петельки лицевая накид лицевая накид лицевая 2 вместе лицевой с наклоном влево и кромочная вот и все 16 ряд мы провязываем изнаночными и на этом у нас узор связан вяжем предпоследний 15 ряд точно так же как 11 13 то есть мы вяжем кромочную снимаем лицевая 2 вместе лицевой с наклоном вправо опять же стеночками видите развернула петельки лицевая накид лицевая накид лицевая и вместе лицевой с наклоном влево раппорт закончился опять лицевая 2 вместе лицевой с наклоном вправо стеночками развернула петельки лицевая накид лицевая накид лицевая 2 вместе лицевой с наклоном влево и кромочная вот и все 16 ряд мы провязываем изнаночными и на этом у нас узор связан и вот что у нас получилось у нас получается такой красивый ажурный узор как видите я вязала достаточно толстенькой ниточкой и поэтому все красоты его не видно он очень хорошо раскроется в каком-нибудь палантине на тоненькой ниточке видите вот здесь будут формироваться такие замечательные листики и это все дело если еще немножко заблокировать потом этот палантинчик будет вот так вот очень красиво смотреться такие листики какие-то тут ромбики очень красивый ажурный узор получился спасибо за внимание пока пока напомню что в моей группе в контакте вы можете оставлять заявки на обзоры тех узоров которые вы хотели бы связать но не знаете как